Продолжаем тему. Лауреаты Ломоносовской премии получили свои награды. Сегодня в день рождения великого ученого Михаила Васильевича Ломоносова престижную награду вручили северянам, которые неравнодушны к судьбе региона. О героях нашего времени Сергей Томилов. Всего в списке лауреатов Ломоносовской премии 7 номинаций. Престижную награду получили ученые, врачи, учителя и даже целые научные коллективы. Соискания награды были выдвинуты работой не только из Архангельска, но еще и из Москвы, Наринмара, Апатит и других городов. Всего поступило 18 трудов от 36 соискателей. Всех, кто здесь присутствует, объединяет самое главное. Это желание трудиться, ставить, казалось бы, непосильные задачи и с блеском их решать. Ломоносовская премия – это заслуженная оценка вашего труда. Это свидетельство того, что в нашей стране много неравнодушных, настойчивых, целеустремленных людей. В этом году премия расширила свои географические границы. Лауреатом стал коллектив Курчатовского института и Кольского научного центра РАН. Ученые Москвы и Апатит стали победителями за создание инфраструктуры безопасного обращения радиоактивными отходами. А в номинации «Молодые ученые» победителем стал врач 1-й городской больницы Архангельска и реаниматолог Андрей Ленькин. Комиссия высоко оценила его работу в мониторинге терапия при хирургической коррекции пороков сердца. Эти исследования явились основой моей докторской диссертации, которую защитил в сентябре этого года. И посвящены они использованию современных методов мониторинга состояния пациента у больных, которые оперируются по поводу пороков сердца, оперируются на открытом сердце в условиях искусственного коробращения. За свои несколько лет работы Андрей провел более 3000 сложнейших операций на сердце. Это сотни спасенных северян. Свою очередную научную работу он расценивает как дополнительную возможность борьбы за здоровье и жизнь архангелогородцев. Эти методы позволяют нам своевременно получать необходимую информацию для того, чтобы предпринимать какие-то действия по стабилизации состояния пациента и его интенсивной терапии. Еще одни лауреаты премии – педагогический коллектив Архангельской школы номер 32. Их проект – Соловецкие юнги. За 9 лет своего существования он обучил более 600 ребят в возрасте от 7 до 15 лет основам морского дела и любви к своей родине. Это катеты морского направления, дети, которые получают не только образование, общее образование, но и получают систему дополнительного образования, которое реализуется в школе. Наиболее яркие примеры – занятия по карате, например. Детям многим очень нравится, они достигают очень хороших результатов. Много призеров у нас в хореографии, то есть по бальным танцам. Детям, особенно малышам, скучать не приходится. Антон Стрелков еще первоклашка, но уже умеет вязать морские узлы и знает, что такое лоция. Лоция – это судовой журнал, в котором отмечены разные места, где рифы, айсберги. Победители получили по 50 тысяч рублей. Однако, как говорят сами лауреаты, дело не в деньгах, а в том, что это премия имени Ломоносова. В научных кругах России и за ее пределами награда ценится весьма высоко. Сергей Томилов, Сергей Земских, Новости 24, Архангельск.